Привет. Сегодня мы с вами снова разберем сайт. Давненько мы этого не делали. И сайт называется TypeToday. Я на самом деле очень люблю этих ребят, которые занимаются производством шрифтов и называют себя TypeToday. И мне на самом деле крайне симпатичен и интересен этот сайт. И, собственно, попал я на него, потому что у них совсем недавно вышла статья с анализом кириллицы на Google Fonts. Безумно интересная. Кажется, еще есть у них продолжение. В общем, почитайте. А еще мне показалось, что сайт какой-то очень тяжелый и громоздкий. Вот именно по опыту использования. На самом деле самые странные сайты я в интернете находил просто заходя на них и пытаясь понять вообще, как они работают, почему так медленно. И вот с этим такая же история. Я зашел, мне показалось, что он какой-то странный и медленный, я решил разобраться. И да, это был хороший пример для того, чтобы разобрать прямо здесь. Так выглядит статья про кириллицу Google Fonts. Крайне рекомендую, очень интересно. Если вам интересны типографики и вообще кириллицы как таковая. Но мы с вами будем сегодня смотреть на главную страницу Type Today. Это их журнал, а это у нас главное. В принципе, главное загрузилось быстро, но я на домашнем быстром интернете. И это десктопный браузер на самом последнем топовом MacBook Pro. Ну, в общем, понятное дело. Вот как выглядит сайт. Что на самом деле есть на главной? На главной есть какая-то навигация, немножко, несколько статей из журнала. И главное, что есть на главной странице, это витрина со шрифтами. Вы видите перед собой длинный-длинный-длинный список того, что ребята сделали сами или совместно с какими-нибудь дизайнерами шрифтов. Довольно-таки много шрифтов. Ну, и внизу простенький футер. Давайте посмотрим, что об этом сайте думают PageSpeed Insight. Возьмем и сходим в PageSpeed Insight и посчитаем. И вот мы видим результат. У нас здесь на мобилке результат 36, на десктопе 43. Ну, в прошлый раз было чуть иначе, но в целом результаты были довольно-таки похожи. Давайте посмотрим, что будет. Ну, надо, наверное, перейти к вот этому списку прежде всего. Ресурсы, которые запрашиваются, не сжимаются, не гзипуются. И тут ребята из PageSpeed Insight потенциально считают, сколько можно сэкономить. 370 килобайт. Если включить гзип, то 90 килобайт, а то и бротли какой-нибудь. То есть, в принципе, тут можно здорово сэкономить. И эти все запросы, их довольно-таки много. Мы с вами скоро поймем, что это за запросы. И на самом деле, кажется, там сжатие сработает не так хорошо, но, может быть, к углу виднее. Надо просто пробовать. Что еще интересного? Некоторые запросы ключевые не предзагружаются. Там тоже можно здорово сэкономить на них. Там есть неиспользуемый JavaScript. Некоторые ресурсы довольно-таки большие. Можно инлайнить. Ну, в общем, как обычно, Lighthouse или PageSpeed Insight, как вам приятнее его называть, дает разные советы. И тут, в принципе, результат довольно-таки печальный во многих местах. Ну, и аналогично на десктопе. Все, в принципе, не очень хорошо. А вот тут вот еще и ответ сервера длинный. Ну, давайте посмотрим на панель Network самого сайта. Идем сюда, открываем Network, выбираем все ресурсы и перезагружаем. Ждем, 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 ждем. Ой, поскакали мегабайты. В общем, сайт весит 20 мегабайтов чистых ресурсов, и 15,6 из них передается, слава богу, гзипуется. Сервер у нас здесь HTTP2 практически везде, хотя главная страница отдается с HTTP1.1. То есть получается, что CDN, с которого отдаются все эти ресурсы, CDN лежит на HTTP2, а сам сайт лежит на HTTP1.1. Это немножко странно, но, наверное, в этом есть какой-то смысл. Тем не менее, это все довольно-таки долго отдается. Две секунды и по несколько сот секунд, иногда почти по целой секунде другие ресурсы. В итоге на довольно-таки быстром ноутбуке и быстром интернете сайт загружался почти 4 секунды. Давайте попробуем понять, в чем здесь дело. И на самом деле самый-самый большой футпринт именно от загрузки здесь идет на реквесты асинхронные, которые случаются уже после загрузки. Давайте посмотрим, что там происходит. У нас здесь с 15 мегабайтов сайта, 7. Это вот эти вот запросы. А что там такого интересного запрашивается? Давайте посмотрим. Data Application Font WoW Charged UTF-8 Base64. Это у нас шрифты в формате Base64. Как вы понимаете, сайт шрифтового агентства, или как они себя называют, может быть, студии, естественно, содержит множество шрифтов. На главной странице огромный список, по-моему, 87 шрифтов в списке, и еще порядка 64 шрифтов крутятся наверху в баннере. И суммарно там около 150 шрифтов только на главной странице. И в итоге все они загружаются асинхронно потом в виде вот этих вот строк в Base64 уже где-то, когда приложение само срабатывает. В итоге получается, что сайт на главную страницу выводит практически все шрифты, которые у них есть. Я полагаю, это реально все шрифты, которые у них есть, в полном виде. Причем еще и в Base64. Если для вас это не звучит странно, давайте попробуем разобраться, чтобы вы поняли, почему я так удивлен и расстроен даже. Давайте посмотрим, как это все устроено. Если перейти на саму страницу, сходить в Head и поискать, здесь мы увидим те самые шрифты, которые React, да, все тут работает на React, в какой-то момент инлайнит прямо в голову документы. Причем, ну, довольно-таки примитивно style type text CSS. Господи, ну зачем? Абсолютно бесполезный атрибут. Тем не менее, и вот в голову страницы инлайнятся шрифты. И вот эта вот батарея, в которую инлайнятся все они. Одна из гипотез, почему шрифты в Base64 состоит в том, что, может быть, их как-нибудь прячут. То есть, ну, понятное дело, что шрифты коммерческие, они продаются, люди лицензируют их, и просто выкладывать их, типа, скачивайте кто хотите, наверное, таки плохо. И подумали, что Base64 это, наверное, формат, в который их можно закодировать, и их никто не сможет декодировать. Но это не так. Base64 декодируется обратно, именно это браузер и делает, когда он получает шрифт в формате Base64, он его декодирует обратно и применяет. А другая гипотеза может быть в том, что загружать шрифты, это как-то странно и неудобно. Может быть, проще загружать какие-нибудь, не знаю, текстовые строки с сервера, и это проще отдавать. Это другая гипотеза. Но, в общем, история такая, что это все неэффективно. То есть, само сжатие Base64 увеличивает размер шрифта. Но это другая история. Давайте попробуем сначала разобраться, какие именно шрифты и в каком виде подгружаются. Давайте попробуем раскодировать эти шрифты обратно и пощупать, что там, собственно, есть. Давайте сходим в заготовленный файл, в котором я собрал все шрифты, которые инлайнятся в шапке этого документа. У меня есть файл fonts.txt, в котором на каждой строке написано B64 строка, в которой содержится отдельный шрифт, вот в таком закодированном виде. Этот файл весит 7 мегабайтов, и, если передавать его к загзипованным, он будет весить где-то 5 мегабайтов. То есть, 5 мегабайтов шрифтов. Их здесь всего 150 штук. Давайте возьмем первую строку и попробуем сделать из нее шрифт снова, чтобы посмотреть, что там, собственно, содержится. Запустим такую команду. openssl.encode.b64.da. Эта команда с помощью утилиты openssl декодирует нам B64 обратно и запишет файл. Но тут все чуть-чуть сложнее. Давайте сначала напишем вот так вот. Эта штука передаст строку, которую мы хотим записать. Здесь мы ее напишем, а это запишет, собственно, файл. Ну, файл у нас будет font.vov. И во всей этой конструкции нам нужно в центре вставить строку B64 и получить шрифт. Давайте мы ее возьмем, скопируем, вставим. Долго вставляется. И запустим. Получили. Да, получили шрифт в формате vov. Ну, хорошо, сделал ты vov. Может быть, там просто весь этот B64 в бинарник и зашился. Может быть, это не шрифт, а может быть, там что-то другое. Как тебе вообще понять, что такое vov? Ты же не можешь открыть его каком-нибудь программой, да? Ну, на самом деле, ни одной адекватной программы, которая открывает vov, кроме браузера, у меня, пожалуй, нет. Но есть чудесный сайт под названием what can my font do? Ну, точнее, what can my font do? В общем, вы сейчас все сами увидите. Чудесный сайт, который позволяет анализировать шрифты в формате ttf, otf, vov, vov2, в общем, все вот эти вот знакомые форматы и контейнер. Прикроем стыдливо DevTools и сходим сюда, в come my font do. Чудесный сайт. Как вы видите, игра слов здесь с фондю и всем остальным чудесная. Но, тем не менее, выбираем наш шрифт с десктопа и пытаемся анализировать. Работаем. Окей. Шрифт без имени, openTypeCFF, 311 символов, три layout-фичи. Ну, в общем, кажется, шрифт кто-то все-таки пооптимизировал, но там все еще есть очень-очень-очень много символов. 311 штук. Это довольно-таки много. Ну, смотрите, у нас получилось из B64 сделать шрифт. Это уже неплохо. И с помощью этого чудесного инструмента нам получилось понять, что шрифт довольно-таки полный. Там есть кириллица и всякие дополнительные символы в большом количестве. Возможно, в оригинале он еще больше, но тут все очень расширено. Возможно, тут кто-то все-таки попытался его оптимизировать. Тут сложно сказать. Ну, раз уж мы заговорили про WoW 2, давайте попробуем закодировать этот шрифт в WoW 2 и сравнить его размер с тем, что у нас есть в WoW. То есть у нас сейчас есть WoW. Как нам обратно его декодировать в TTF или OTF, а потом еще закодировать снова в WoW 2? Есть чудесный набор утилит Брэм Штайна, WebFont Tools. Я им регулярно пользуюсь, и сейчас я вам покажу, как это работает. Пишем WoW 2 SFNT ZOPFULI и попытаемся наш шрифт декодировать. Фонд WoW, а тут фонд OTF. Получилось. Теперь посмотрим, как он выглядит. Да, он вполне себе нормальный. Тут видно его основное семейство. Внутренности у него такие же, как мы видели в формате WoW. В общем, тут все понятно. Теперь нам нужно сделать из него WoW 2. Как мы это сделаем? Есть другая команда в этом наборе утилит. Называется WoW 2 Compress. И мы здесь пишем фонд OTF. Запускаем. И получили 27-28 килобайтов. Давайте еще раз все взвесим. У нас есть фонд OTF, фонд WoW, фонд WoW 2. Фонд WoW весил 30 килобайт, а фонд WoW 2 весил 27. Ну, в общем, 28. 31 и 28 килобайт. Разница между ними где-то процентов 10. В итоге все шрифты можно было бы отдать на 10% меньше. То есть у нас сейчас было передано где-то мегабайтов 7. И минус 10% можно было легко передать. Давайте попытаемся понять, что еще можно было принципиально сделать на главной, чтобы эту ситуацию как-то разрулить. Вспомним еще раз, как выглядит главная страница. Давайте попробуем понять, что здесь происходит. Как мы видели, у нас в файле b64.txt лежат 150 шрифтов. 150. Это очень много. А здесь у нас во вкладке все шрифты действительно находятся все шрифты. Но их здесь 87 штук. Я посчитал. Ну, к счастью, не руками, а к вере-селекторам, тем не менее. То есть их здесь меньше, чем 150. А откуда берутся еще там 60 с чем-то? Они берутся, не поверите, из этого чудесной маркви. Type Today — это проект, который показывает вполне себе реальные шрифты, клевые, новые, которые можно использовать сегодня. Отсюда и название Type Today. Но у них есть еще экспериментальный подраздел, куда они выкладывают всякие экспериментальные шрифты, которые сегодня могут выглядеть даже как акцидентные, они могут выглядеть диковато. Поэтому у них есть отдельный подраздел Type Tomorrow или что-то вроде того. И вот эта вот розовая маркви, собственно, ведет на этот раздел сайта. И что происходит там наверху? Там крутится слово Tomorrow каждым вот этим шрифтом, который вот этот шрифт будущего. То есть каждое слово написано отдельным шрифтом. И вы могли уже догадаться, что для каждого этого слова используется полный шрифт, содержащий кириллицу, латиницу, знаки припинания, расширенную кириллицу, расширенную латиницу, и бог его знает, что еще. То есть для каждого словечка используется полноценный шрифт на десятки, может быть, сотни килобайтов. Это очень много. Отдельно доставляет, что этот баннер — это ссылка, которая ведет на другую страницу. Но если мы пощупаем этот баннер, он окажется чем-то очень странным. Давайте посмотрим. Инспектируем. И приходим сюда. Это у нас 60 с чем-то спанов. Их там много. И они завернуты в div, 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 div. Вот эта вот штука. Наконец-то мы пришли в корень. И ни один из этих тегов не является ссылкой. То есть при клике на этот баннер реакт меня переносит на другую страницу. Это обалденно, конечно. Ну ладно, мы здесь не об этом. Сколько бы мне не хотелось ржать над семантикой, сегодня мы говорим про шрифты. Поэтому эта ссылка оказалась не с ссылкой. Так вот, что можно было сделать с этой шапкой? Там 64 или около того шрифтов используется, чтобы ее нарисовать. Полноценных шрифтов. И в каждом из этих шрифтов напишено слово tomorrow. То есть мы можем изготовить шрифты, в каждом из которых есть только буквы, необходимые для того, чтобы показать это слово. Более того, из-за того, что это слово, а не просто набор символов, там 8 букв, из которых некоторые повторяются. То есть в итоге нам нужно всего 4 символа, кажется, T, O, M, R и W. Нет, все-таки 5 символов, кажется. Но я могу ошибаться. В общем, меньше, чем 8 штук, чтобы показать все это слово. И не то чтобы название проекта type tomorrow меняется каждый день. Мы можем легко заложиться на то, что там всегда будет слово tomorrow. То есть можно было бы просто подумать о том, что есть сабсеттинг, есть, правда, только малая часть каждого шрифта, которую нужно показать. Давайте проверим, что будет, если мы возьмем наш шрифт и сделаем его сабсет до только вот этих вот 5 символов для слова tomorrow, просто чтобы проверить, что получится. Есть такая чудесная утилита GlyphHanger. Мы так и напишем. GlyphHanger white list равно. И здесь tomorrow. Ну и берем лишние буквы. Так, R нам нужна всего одна. O убрали. Вот. Tomorrow. И здесь напишем, во что мы хотим его превратить. сабсетт и наш фонд отэф. В итоге, смотрите, наш шрифт был 51 килобайт, стал 2 килобайта. Но если мы сравним вот это все прямо здесь, то получится, что наш вов 2 весил 27 килобайт, а когда мы получили только нужное слово из него, он стал фонд сабсет вов 2 и стал весить всего полтора килобайта. То есть 22 килобайта и полтора килобайта. Ну, вы почувствовали разницу. В итоге считайте сами, что можно было уменьшить, если просто сделать сабсет, если просто подключить шрифты в подходящем формате, если не относиться к ним как к B64 строкам, если давать браузеру решать, в какой момент этот шрифт загрузить, в какой момент не загружать и так далее, и так далее. Я совершенно могу понять, почему шрифты на главной странице есть. И я вам сейчас покажу. Это, в общем-то, все оправдывает. Ну, кроме крутящихся шрифтов в шапке, шрифты на главной имеют некоторую особенность. Если внимательно посмотреть, то шрифты можно редактировать. То есть вы можете написать любой текст, который вы хотите. Проверить. И тут, конечно, это очень крутая фича. Но стоит ли она всех мегабайтов, которые этот сайт отдает по умолчанию, всем, кто заходит туда, просто чтобы... Зашли статью прочитать. Прочитали статью, пришли на главную. О, прикольные шрифтики. Закрыли. Так вот, пока вы смотрели и думали, что о, прикольные шрифтики, вы скачали 7 мегабайтов, ну, просто потому что авторы и разработчики этого сайта подумали, что вы наверняка воспользовались этой возможностью. Нет, не воспользовались, вам интересна только статья. И то же самое со многими другими вещами на сайте, например, с графикой. Если посмотреть на картинки, которые идут к статьям, то там тоже кое-что интересное. Пощупаем картинку, которая... Ну, конечно же, див, потому что вставить картинку как IMG, это ж... Да, это очень сложно. Так вот, если посмотреть на эту картинку, то размер ее 1170 на 1170. И что-то аналогичное со всеми другими картинками. В итоге получается, что картинка вставляется размером 160 на 160, и даже учитывая ретину, она должна быть 320 на 320, а ее вставляют во сколько раз больше? Ну, давайте посмотрим. Здесь я взял три картинки с главной страницы, со статьями, и просто положил сюда. Получилось следующее. Картинки весят 674 килобайта. Это довольно-таки много. Вот эти вот картинки. Самый большой, конечно, JPEG. Слава богу, они JPEG, а не PNG24. И на этом спасибо. А потом я взял и оптимизировал эти картинки. Просто оптимизировал в JPEG с нормальным размером, с нормальным сжатием. И получилось 23 килобайта. Хорошо. Потом взял и оптимизировал в AppP, следующий формат графики, и получил 16 килобайт. А потом, чем черт не шутит, оптимизировал в Aviv. Раз, два, три. И получил, готовьтесь, 11 килобайт. То есть графику оптимизировать можно было гораздо-гораздо лучше в какой-то момент при сборке. Так и получается, что картинки, вот даже просто берете JPEG и вставляете им нормальный размер. Картинки могли бы весить в 30 раз меньше. А если бы мы использовали для этого современные форматы, в AppP или Aviv, вот совсем-совсем современные, то картинки можно было бы сделать в 60 раз меньше. 60. Это очень много. Но на самом деле, если оптимизировать что-то на этом сайте, то, естественно, стоит начать со шрифтов. Вы только что сами поняли, что на главную выводится вообще все, что у нас есть, и там 20 мегабайтов, 15 мегабайтов. Эй, почему бы и нет? И получается, что, ну, шрифтовой сайт со шрифтами работает плохо. И на самом деле я с таким сталкивался, когда к людям, которые занимаются чем-то очень отвлеченным от веба, не настолько близким к вебу, на самом деле, строительством, дизайном, шрифтами и еще чем-то таким, приходят люди, которые говорят, мы специалисты, мы вам сделаем хорошо. И они делают хорошо. И на самом деле я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Сайт обалденный. Там очень много всего хорошего, правильно и задизайнено, разработано. Красивые анимации, красивые спецэффекты. Там можно шрифты пробовать, измерять, изменять их размеры. В общем, все-все-все-все-все. Сайт полезный, хороший, большой. Им сделали проект, но сделали некачественно. Вот в чем проблема. Сделали на современном реакторском стеке, сингл-пейджнули, вообще не посчитали ни трафика, никак не со шрифтами работают, ничего. Доступности там просто нет. Мне больно говорить об этом. Там все это див-див-див-див-див, спан-спан-спан-спан-спан. Ну, вы видели в шапке ссылку на страницу Tomorrow, которая див со спаном и с онкликом где-то. В общем, иногда хочется прийти к таким людям и сказать, вас обманули. Вам сделали плохо, вам сделали тяжело, вам сделали медленно. Но кто я такой? Я просто сижу и жалуюсь в интернете, как, в общем-то, все и мы делаем. Вы, наверное, заметили, что когда я делаю подобные видео, я обычно стараюсь не просто разобрать сайт по галочкам. Вот это, вот это, вот это, вот это. Я фокусируюсь на областях, которые мне интересны, или замечаю какую-то особенность на этом сайте, которая так или иначе... Про нее интересно рассказать. Она сделана не очень удачно, можно сделать лучше, и я пытаюсь показать, как. Сегодня мы фокусировались на шрифтах, и, в общем, была такая тематическая программа сегодня. А в целом, тут, в общем-то, я не пытаюсь сказать, что это сайт плохой или хороший. Я говорю вам, если у вас будут похожие задачи со шрифтами, вот как можно с ними поработать. Это все на сегодня. Очередной разбор. Будут еще. Присылайте интересные проекты. И не обязательно что-нибудь плохое, чтобы вместе посмеяться. Присылайте что-нибудь хорошее, чтобы найти там недостатки. Придраться можно ко всему, к любым проектам, которые делаю я сам. А так, напоминаю еще раз, что это видео первым увидит патроны. Так что, если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Там что-то происходит, жизнь есть, какие-то бэкстейджи, инсайды, и отдельные созвоны еще будут. Так что, если интересно, присоединяйтесь. Если нет, просто смотрите дальше, подписывайтесь и ставьте лайки. Ну и, конечно же, увидимся внизу в комментариях. Давайте обсудим, что сегодня было, где я прав, где я не прав, и почему что-то можно делать, что-то нельзя делать. В общем, как обычно. До скорого.